Есть замечательные слова В книге Шарая Войдова, когда присписывается Рабейна Йоину пишут в начале, что является вратами в служении Творцу когда человек знает и понимает собственную значимость и значимость своих предков Есть у нас болезнь, мы считаем себя чем-то никчемным А с никчемного и взятки гладки Это то, что говорит Рабейна Йоину Надо знать не какие мы важные А знать, какие души мы получили от Всевышнего Мы являемся потомки Еврама и Савкаякова Также и праведные Гера являются потомками их, несет душ И это обязывает нас иначе смотреть на свою жизнь Иначе воспринимать наши обязанности И понимать, что Всевышний не требует от нас нечто большее, чем мы можем Мы можем очень много Мы приближаемся быстро, не медленно, а быстро и верно К празднику живут Есть в книге Дат Вунот Рамхала Он объясняет, в чем особое достоинство того, что наш народ приближен к Всевышнему Предстал перед Всевышним перед горой Синай Он объясняет, что еще до получения Торы Всевышний даровал нам возможность Чтобы мы своими действиями исправляли весь мир и делали великие дела Об этом также пишет Рабхайм из Воложина, Синигин и Пешахайм Что мы делаем какие-то поступки в этом мире, а наши поступки влияют на высшие миры Наш великий учитель Хабхайм Он оценил нашу эпоху как время предшествующего прихода Машеха Он сказал еще одну вещь Что мы видим, как какие-то перемены в предыдущем поколении занимали десятки, сотни, сотни тысяч лет Сейчас это происходит быстро, быстро, быстро Все происходит быстро, изменения происходят быстро Хабхайм сказал нам так Хозяин готовится закрыть лавку Он кончает все свои счета Происходит много-много изменений Движемся быстрыми шагами к приходу Машеха Однако нам надо знать одну вещь Надо много чего успеть сделать Много чего успеть сделать Нам даны великие силы Нам обязаны сделать очень много Исправить себя, исправить других Я еще коснусь этой темы более подробно У нас сегодня особый день По-моему ни разу семинар не был в этот день Это так называемый Пейсах Коттен, Малый Пейсах, Пейсах Шене, Второй Пейсах Это очень такая странная дата Странная дата Сегодня вот сейчас Симхане говорил Таханун Мы всем Очень такая странная дата Какой источник этой даты Приводит Тора в главе Баалойска Следующую вещь Были праведные евреи, которые из Египта Несли гроб Йосифа И поэтому, когда было заповедано в пустыне Принести пасхальную жертву Они не могли это сделать Так как весь народ был очищен Они нет Они не могли принести Те, кто не могли это сделать Из-за того, что они в состоянии нечистоты Они пришли Они пришли Почему он От нас убудит, скажем, грубым русским языком От нас убудит Тем, что мы не смогли принести Жертву Всевышнего Имеется в виду Жертву Пейс, пасхальную жертву Во время Вечется всем народом Израиля Это вообще такое странное место Странное место Почему мы Есть законы в Торе То, кто занимается Похором мертвого Освобождается Другие заповеди И в состоянии нечистоты Они не могли принести Пасхальную жертву Почему это Лама не гору Что нам будет хуже Не будет хуже У каждого Свои обязанности Это не Почему Лама не гору Я хочу тут Что-то почувствовать В этих словах Есть такое понятие Яйца за ним Главное то Что меня и приставали То, что и полагается Я сделаю А больше зачем Эти люди жили В другой категории Они были условно Освобождены От пасхальной жертвы Освобождены У них был такой подход Лама не гору Почему нам будет хуже Я вам скажу Есть Такая тема Что иногда человек Ощущает себя Вынужденным Вынужденным Есть известная Не знаю история Или анекдот Но у них есть Большая внутренняя логика Это касается Часто нас всех Оказывается Что Кого-то помещика На Восточной Европе Был Придворный еврей И он Помещик У него было Какое-то вкусное вино Он хотел Чтобы его Иврей тоже Попробовал Но Говорит Ивреи Но Ивей нельзя Он говорит Он говорит Если ты не выпьешь вина Я тебе застрелю Я застрелю Я застрелю Опасность для жизни Пробует вина Пробует вина Пистолет Я говорю Я говорю Представьте Может помещик Пистолет Если ты не Пробуешь вина То я тебя убью Иврея Нет выбора Это Опасность для жизни Пробует вина Но Вино Вкусное Вино Вкусное Говорит Помещику После этого А может Ещё раз Представить пистолет Я Сейчас Не смеюся Этим человеком Я хочу Немножко не смеяться А поплакать О нас иногда Иногда У нас бывают Всевозможные Вынужденные Ситуации Вопрос такой Мы этим Недовольны Мы хотим Чтобы стать Евреями Лехатхила Изначально Как должны быть Или мы довольны Что к нам Приставлен пистолет Нам как-то проще Быть В возможных Вынужденных Ситуациях И так мы поживем дальше Вкусное вино Вкусное вино Вкусное вино Наши предки Сказали Сказали В пустыне Синай Ламани гор Сказали Сказали Вкусное вино Вкусное вино Вкусное вино Вкусное вино Вкусное вино Я слышал Вкусное вино В имени Великого каббалиста Соли Гаэла Вайнтруба Он был Учительом Рафимовшина Пинкоса Пинкоса По каббале Пинкос О нем назывался Я видел его несколько раз, слышал его, он умер несколько лет назад. Он как-то был назван Факим, и там поведал нам очень интересную вещь. Он говорит, что мы живем в период иквера до мащеха, буквально следы мащеха. Это предприхода мащеха. Это время очень тяжелое, это время максимального сокрытия века Творца. Это не начало освобождения. И у каждого есть свое сокрытие, у каждого есть свои беды. Но по большому счету, если взорвать на еврейский мир, он в страшнейшем состоянии. Каждый год 150 тысяч смешанных браков. По всему миру это 50%, в Америке 60%. Если выйти из этого религиозные семьи, мы поймем, что ситуация, иначе, к слову, катастрофа это нельзя назвать. С другой стороны, сказал Вальтеру следующую вещь. Сейчас, естественно, период сокрытия века Творца, но уже в этот период раскрываются какие-то искры, проблески того, что будет при выходе мащеха. Какие-то искрыки есть. Так в чем они проявляются, он сказал? То, что сейчас, он сказал, люди, которые возвращаются к Торю, могут не просто стать религиозными евреями, а стать по-настоящему мудрецами Тор. Это я цитирую то, что я слышал от его имени. И это мы, по большому счету, наблюдаем в очередь. И у израильтян, и у русских, и у американцев, у всех. В этом поколении, в прошедении 40 лет, мы видим огромную помощь тем, кто возвращается к Торе. Не просто стать религиозными семьями, не просто отправить детей в Хедер, не просто переехать в хорошую еврейскую общину, а стать настоящими мудрецами Тор. Это не причина гордиться, это причина знать, что это особый дар Всевышнего. Он как бы нам показывает заранее то, что будет после прихода Машина. Однако, есть у меня тут одно едкое замечание. Когда мы видим, что живет вперед, когда мы можем успеть и получить, и удостоиться, гораздо больше, чем наши силы. Так нам надо рассказать, лама не гору, почему бы хуже других. Надо, знаете, кому Всевышний дает тот, кто трудится. Они приходят бесплатно. А те, кто еще не трудятся полноценно, должны сказать себе, лама не гору. Почему бы, почему бы, чем мы хуже других. Чем мы хуже других. Есть, скажу еще одну вещь. Когда мы жили в городе, в Киеве, два замечательных раввина, это был мой учитель Рабхайм Камил и Рабхимшин Пинкус. У них был такой частый диалог. Рабхинкус выступал и говорил, что в этом поколении так легко возвращать людей к Торе. Раньше это давалось в величайшем ребес 10 человек, 20 человек, а сегодня можно приблизить тысячи людей. На это отвечал Марвхайм Камил. Да, когда самотверженно трудился над этим, тогда получается. В моем будущем Рабхимшин Пинкус говорил, что то, что он делает, это очень легко. Рабхайм Камил объяснял, что это требует большого самопожертвования и большой работы. Да, есть помощь очень огромная. Мы живем в поколении, когда, конечно, с одной стороны, мы наблюдаем страшнейший развал евреиства. Вы знаете, лучше меня, что происходит в Германии, кроме той горстки евреев, которые вернулись и соблюдают Тор. Это горстка. Это горстка. Нам в этом поколении часто многие вещи легче делать, чем когда-то. Ну, слушайте, я занимаясь дорогой, я застроил в Цюрих, четыре с половиной часа. Можно приехать, дать серию уроков и вернуться через средний обратный. Раньше такое было возможно. Хевицхайм ездил из городка в городок на лошадях, на поездах, иногда часто пешком наставлять людей. Сейчас это может делать гораздо проще. Я же не говорю о том, что, когда есть всевозможные средства распространения информации, то как легко распространять Тор? Как легко? Как это происходит? Понравилась статья, например, в Братецках по-русски или по-немецки. Эту статью надо послать друзьям. У каждого есть, скорее всего, рассылка близких людей. Есть. Это огромный аппарат распространения Торы. Каждого есть свой круг. Надо просто не полениться, а взять в руки заповедь, которая является величайшей заповедью распространения Торы. И с легкостью исполнить ее. С легкостью. Это так просто. Так просто. И, безусловно, если люди будут это делать, то есть причина, что Тора так же осядет и у них в доме, и у них самих. Есть. Мы немножко говорили в этом семинаре, на Бешет-Хайль. Есть в Бешет-Хайль такие замечательные слова. Пи-Апосха Бехохма. И изучают Тору ради того, чтобы обучать ей других. Рабониша Шапир туда добавил такую очень глубокую идею, что сама суть Торы – это Тор-Атхесед. Сама суть Торы. Помните смысл, суть Торы? Торы – это не то, что человек собирает себе и кладет это в тупичок. Тора должна быть принята, а передана дальше. Сегодня могут заняться с Торой человеком, который до этого ему это не снилось. Просто захотеть это сделать. Захотеть и немножко потрудиться. Подумать. Я кончу слова. Сегодня мы встретили с Анатмиром Хасаврайхманом в РГ. Мощательного человека, для бог сил и здоровья, Еврама Герца. Он был одним из больших инициаторов деятельности среди русских евреев в Германии. И реально эти семинары родились на встрече с ним в Эрцес-Ройль, в городе Бнебрак. Помню очень хорошо, и Рапильхас помнит очень хорошо, как мы ехали из Иерусалима в Бнебрак. Бил машину, мой зять. Как эта машина начала в середине дороги дымиться. Дымиться. Помню, что поехали еще. В итоге просили машину возле Тель-Авива. Добрались. Я сказал сегодня Рома Герцу, тот, кто нам мешал туда ехать, он знал, чему он мешает. Он знал, чему он мешает. Скажу одну вещь. У каждого из нас есть помехи. Есть помехи. И есть, Всевышний создал в мире силы зла, чтобы они нам мешали, нас испытывали, нас облазняли. Потому что наше именно служение Творцу проявляется в том, что мы делаем вещи, несмотря на то, что нам что-то противостоит. Несмотря на то, что у нас есть выбор делать зло. Это наша основная заслуга. Когда мы выбираем добро, несмотря на колоссальные помехи. Колоссальные помехи. Это касается каждого из нас. Мы коснулись темы в семинаре «Аберийская семья». «Аберийская семья» – это истинное место присутствия Ашхинь. Когда мы встречались тогда с Прихосом Райхманом, с Равом Герцем в Нейбраке, мы пришли к выводу, что лучшее место для семинара – это Цюрих. Самое лучшее место. Почему? Я объясню, почему. В Цюрихе видно, что даже еврейское изгнание выращивает праведных еврейских детей. И в изгнании, и люди, играющие по-немецки, могут быть мудрецами Торы, праведниками, иметь замечательные семьи, гостеприимные семьи. Я имею удовольствие, когда я иду по Цюриху, видеть еврейских детей, которые здесь бегают, играют, учатся. Я хочу вам поставить вопрос и себе тоже. Вопрос-то у меня начали. «Лама не горо!» Чем мы хуже жителей Цюриха? Чем мы хуже? Почему мы в наших семьях не вырастим поколения великих мудрецов второго и следующего поколения? Почему? Почему бы мы зачастую по грязи, каждого в своем уровне, и не хотим двигаться дальше? У нас сейчас замечательные дни. У нас еще осталось немного. Осталось у нас три недели до шаббота. Три недели. Это время очищения, время проявления в нас желания получить Тору заново, Тору для нас, для наших семей, для наших детей, Тору, который мы будем вести другим людям. Напомним себе о дне Пейсакшени. Лама не гора. Почему мы хуже других? Почему мы не сделаем максимум, чтобы поставить наши семьи на уровень цельной еврейской семьи? Цельная еврейская семья – это место бродсовства это место, где выращивают детей мудрецов Тора и праведников. Да, есть помехи, есть много помех, я знаю, есть сейчас тяжелейшие помехи, но нам даны все испытания, чтобы мы выстояли, выстояли. Если мы выстоим в них, то мы доставим силой очень много. Говорят наши мудрецы, что человек должен проколоть отверстие с размером игольное ушко, а все вышли сделали там проход к Питхашил Улам. Питхашил Улам – это преддверие более спрятой части храма, там был огромный вход, шириной 20 тема, 240. Мы видим воочию в этом поколении, что когда люди стараются сделать чего, приблизятся, как все вышли и помогают. Однако, мучитель Фридман сказал об этом такое тонкое замечание. Размером игольное ушко, но игольное ушко делается обычно не из воска, а из железа. Из железа. Надо пробить что-то настоящее. Мы не можем просто так получить подарок чеву, подарок то, подарок это. надо пробить у каждого своя сталь, когда нужно пробить. Это сталь собственных дурных качеств, стали испытания вокруг себя. Он просто знает, что Всевышний знает о наших проблемах, он хочет нам помочь, он ожидает от того, что мы будем делать максимум, то, что можем, тогда он нам тоже поможет. Еще огромное спасибо всем вам за замечательный семинар. То, что вы хотите, вы приехали слушать, это тоже дает нам силы. И желаю вам, чтобы действительно использовали это время и вы достоились быть в каждом своем месте, быть посланником Всевышнего пространения Торы. В первую очередь построили собственные семьи как надо. И для этого счастья надо переехать в места, где есть Тора, в места, где есть еврейское воспитание и знать, что наши предки за эти вещи ради этого жертвовали многим. Если мы этого сделаем, то у нас будет бракха во всех отношениях, если мы из всяких соображений легкости, легкости, материальной, мы этого не будем делать, мы можем потерять все. Желаю вам, чтобы исполнил сказанное в Торе в Бахарта Бахаин выбрали жизнь. выбирайте жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Егорова